Вызвал врача, а приехала судьба. Краткая история знакомства супругов Вавиловых. Через пять месяцев после первой встречи Александр и Нина поженились. И с тех пор не расстаются вот уже 50 лет. В свой золотой юбилей, вспоминают, было многое, но всегда умели договариваться, находить подход друг к другу. Просто мы как-то друг к другу подходили. Ну, наверное, любили что ли друг друга. Или уважение у нас было. И он как-то отзывался так. Всегда хорошо. Он всегда говорил, обычно кто-то спросит, он всегда, нет, лучше моей ненузки не найти. Он всегда так говорил. Нина Александровна всю жизнь проработала медиком. Владимир Васильевич – инженер. Сейчас мужчина не может похвастаться здоровьем, но счастлив, что жизнь подарила ему Нину. Очень хорошая, чудесная женщина. Все у него в слезах, в жалости. И все вот в поцелуях, возьмет вот руку, целует, целует. Я так тебя люблю, я так, мне так тебя жалко. Я говорю, ты чего плачешь, тебя жалко. Двое детей, трое внуков и правнучка. Главное богатство и гордость юбиляров. Глядя на них, супруги Вавиловы уверены, жизнь свою прожили не зря. Дети отвечают взаимностью. У нас прекрасные родители, которые дали нам в жизни все. У нас было прекрасное детство с братом. Нас возили на моря. Папа всегда поддерживал меня, в частности, как девочку. Я с ним всем делилась в сокровенном. И от своих родителей, естественно, я видела только самое хорошее, доброе. С золотой свадьбой юбиляров поздравляют районные власти. На таких людях, говорят в администрации, держится весь район. Вы прожили очень большую жизнь. Все было в вашей жизни. Но самое главное, что вы сохранили оптимизм, веру в будущее. У вас прекрасные дети. Мы равняемся. Дай бог вам всего хорошего. Поздравляем с праздником вас. Главное в семейной жизни прислушиваться друг к другу, уметь уступить и не рубить с плеча. Такой золотой совет дают юбиляры молодым с высоты своего семейного опыта. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков. События.